МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости ОРЕН-ТВ, в студии Александр Криволапов. В начале коротко о главном. Пожар сегодня разгорелся за авиагородком после полудня. Горели трава, кусты и деревья. Спасателям примерно половина пятого удалось остановить огонь буквально за 500 метров до воинской части. Убил родного отца, раскаялся и просит о снисхождении. Сегодня в областном суде рассмотрели апелляционную жалобу. Оренбургские спасатели сняли руфера с башенного крана. Туда парень залез ради адреналина и лайков. Праздник молодой, но важный. Накануне Дня семьи, любви и верности. Съемочная группа побывала в гостях у одной из оренбургских семей. Обратный отчет пошел. Оренбургские учащиеся вузов готовятся к поездке на международный фестиваль студентов и молодежи в Сочи. Огонь на пороге воинской части. Сегодня пожар бушевал в южной части Оренбурга. Спасатели совместно с городскими службами локализовали огонь. Александр Жарков и Петр Рукин с горячим репортажем. Пожар сегодня разгорелся за авиагородком после полудня. Горели трава, кусты и деревья. Спасателям примерно половина пятого удалось остановить огонь буквально за 500 метров до воинской части. Самое страшное, на ее территории находятся резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, площадь пожара составила 2 гектара. Что стало его причиной, пока неизвестно. Возможно, выброшенные из поезда округ, либо отдыхающие разводили костры. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по степи и приближался к дачному обществу и воинской части. Пожарные работали буквально безостановочно. К месту их дислокации регулярно подъезжали поливальные машины, которые заправляли спецтехнику МЧС. Примерно к 7 часам вечера огонь удалось локализовать. И добавим, с 7 июля в Оренбуржье вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление на канале подписал губернатор Юрий Берг. Связано это с высокими температурами воздуха и сильным ветром. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Пребывание в лесах и выезд на природу ограничивается. Запрещается в это время разводить костры и жечь мусор. И еще АЧП в масштабах трех районов Оренбургской области. Бузулугский, Первомайский и Курманаевский из-за аварийного отключения на трансформаторной подстанции Бузулугской на полдня оставались без электричества. Больше всего пострадал Бузулуг, где отсутствие электричества ощутили около 60 тысяч горожан. Под особый контроль была взята ситуация в дошкольных учреждениях и лагерях отдыха. Там находятся более двух тысяч детей и подростков. В больницах были запущены три аварийных источника электроснабжения, которые позволяют проводить экстренные медицинские мероприятия. Полностью восстановить электро- и водоснабжение в городе удалось к 14 часам 15 минутам по местному времени, сообщается на сайте администрации города Бузулука. Не то читают. Сотрудники ФСБ провели чертову дюжину обысков и изъяли десятки экземпляров экстремистской литературы. Силовики одновременно нагрянули в гости к сторонникам запрещенной международной организации «Таблига Джамат» в Оренбурге, Сурелецке и Сарактарском районе. С виду законопослушный мужчина с руками за спиной под присмотром вооруженного бойца стоят смирно. Однако ранее они активно распространяли запрещенное чтиво, направленное на свержение светских порядков и изменение конституционного строя. Изъятая литература – источник исламского радикализма, не имеющий ничего общего с исламом, добавляют в правоохранительных органах. У оперативников есть сведения, что задержанные книголюбы причастны к вербовке боевиков международных террористических организаций, воюющих на Ближнем Востоке. Всего задержано 19 радикально настроенных оренбуржцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Любителям запрещенная литература грозит до пяти лет. Тюрьмы каждому либо крупный штраф. Трагедия в поселке Караванный. Спасателям после трех дней поисков удалось обнаружить пропавших 7-летнюю девочку и ее отца. Водолазы извлекли их тела из воды. Напомним, 3 июля семья отдыхала на берегу Урала, отмечали день рождения погибшей девочки. В этом году ребенок должен был пойти в первый класс. Девочка находилась в воде и внезапно исчезла из поля зрения взрослых. На поиски дочери бросился отец, который также пропал. Сообщается, что в данном месте сильное течение реки. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. О других ЧП и преступлениях прямо сейчас в рубрике «Ориентировка». Убил в состоянии алкогольного опьянения. В областном суде рассмотрели апелляцию новоарчанина, который, поссорившись с отцом, нанес ему смертельные ранения. Известно, что нерадивому сыну не хватало денег, чтобы продолжить кутеж. Новоорский районный суд 19 апреля приговорил Алмата Музагильдинова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный просил служителей Фемиды наказание смягчить. Мол, вину признал, содеянным раскаялся, да и вообще отца убил ненамеренно. Судьи выслушали все доводы и приняли свое взвешенное решение. Приговор Новоорского районного суда Инбургской области 19 апреля 2017 года в отношении Музагильдинова Алмата Жоргоспаевича оставить без изменения апелляционную жалобу осужденного Музагильдинова без удовлетворения. Не справился с управлением в Оренбурге. Водитель отечественной легковушки на скорости влетел в фонарный столб. ДТП произошло накануне вечером на загородном шоссе. Виновник аварии не пострадал, а вот пассажир получил ушиб грудной клетки. Сейчас по данному факту проводят проверку сотрудники госавтоинспекции. Наслаждаться музыкой Киркорова и Малежика под угаром. Очевидно, так проводить свободное время предпочитает хозяин этого сарайчика в Абдулинском районе. Полицейские, получив оперативную информацию и наведавшись на огонек, рядом с пластинками отечественных исполнителей, нашли здесь марихуану массой 7,5 граммов. Закон определяет такой объем наркотика как значительный. Запрещенное растение, по словам 20-летнего жителя Абдулина, приготовил для себя. А делом дознания МОИ МВД России Абдулинский по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное статьей 228 УК РФМ. Незаконное хранение наркотических средств. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Управление образования Оренбурга отказалось от идеи сокращения воспитателей в детских садах. Такое решение принято в связи с оценкой ситуации губернатором. Который накануне заявил, что такие сокращения недопустимы. И, по всей видимости, на решение повлияло шумиха в СМИ, в том числе и федеральных. Напомню, городская администрация путем реформы дошкольного образования планировала сократить время работы детских садов, создать дежурную группу и увеличить зарплату воспитателей за счет сокращений. Без работы могли остаться 90 человек, им уже якобы подыскали новые места. Однако на защиту воспитателей встала родительская общественность. Нина Гордеева, начальник управления городского образования, подтвердила. Оптимизации не будет. Вчера состоялось очередное совещание у губернатора Юлия Самуферга. По этому вопросу губернатор дал поручение нам сокращение воспитателей не допускать. Ради лайков и адреналина рисковал жизнью. Оренбургский студент забрался на башенный экран, чтобы сделать эффектное видео, зависнуть маятникам. Однако в планы Руфера вмешалась погода, сильный ветер помешал ему сделать задуманное. Экстремал застрял на 80-метровой высоте. В социальной сети появилось видео уже не студента, а спасательной операции. Звездой интернета Оренбургский студент стал уже точно. Собственно, для этого экстремал проник на стройку и залез на башенный экран. Любитель острых ощущений свой эффект на и поступок хотел снять на камеру GoPro. Однако что-то пошло не так, и спуститься самостоятельно парень уже не смог. Он запутался в веревке. На высоте около 80 метров над землей он провисел несколько часов, но в итоге сам сделал звонок спасателя. Специалисты успешно спустили юношу целым и невредимым, его доставили в отдел полиции для беседы. Памятник герою под большим опросом. В сентябре исполняется ровно 100 лет со дня рождения Александра Шмарелли, герой антифашиста, который родился в Оренбурге и в годы войны стал основателем движения «Белая роза». Был казнен. Сейчас причислен к лику святых, как Александр Мюнхенский. К этой дате был объявлен сбор средств. Всего на памятный знак необходим 1 миллион 800 тысяч рублей. Сейчас собрано чуть больше 10%. Об этом в программе «Круглый стол» рассказал президент Оренбургского благотворительного фонда Евразии Игорь Храмов. Он отметил, что простые горожане идут на это с большей охотой, нежели депутаты, бизнесмены и чиновники из городской администрации, которые, к слову, и предложили эту инициативу еще в 2012 году. Вот некоторые отрывки из программы. В какой-то момент, когда какие-то произносятся фразы, что ну вот изменилась ситуация, я не знаю, в чем изменилась ситуация по сравнению с 2012 годом. Приоритеты изменились, но они могли измениться в Украине, они могли измениться в Прибалтике. А почему у нас изменились приоритеты по отношению к героям-антифашистам, которые отрубили голову за то, что он беззаветно любил Россию, и которая является нашим оренбуржесом? Или мы будем теперь только вносить вклад только тем героям, про которые нам сказали, которых надо любить? Все время стабильные и нестабильные финансовые... Люди сейчас прижимаются, скажут, я лучше на продукты потрачу. Я просто хочу сказать, я не совсем понимаю, почему, когда я звоню известному депутату, строителю, который застроил практически половину нашего города, и первое, что он в ответ на этот вопрос, он практически пожизненный наш депутат, вот, он говорит, ну, только денег нет. Ну, как нет денег? Ну, есть деньги на все. Дом построить себе, так сказать, там, еще что-то. Что ты за бизнесменный депутат, если у тебя нет денег? Дело в том, что вот в Германии, опять-таки, кстати, к этому же Дню Победы, в этом году, совершенно неожиданно в пригороде Франкфурта поставлен памятный знак Александру Шмарели, и площадь названа в его честь. Это оплачено муниципалитетом вот этого района Раунхайм во Франкфурте. Новый проект телеканала Орин ТВ, программа «Круглый стол», стартовал сегодня в 18 часов. Сейчас полная версия уже есть в сети интернет, на порталах, которые мы озвучим в конце программы. Какие кадровые изменения произошли в городской администрации, расскажем во второй части программы, а пока короткая реклама. И вновь к новостям. Вот о чем мы расскажем во второй части программы. Обратный отчет пошел. Оренбургские учащиеся вузов готовятся к поездке на международный фестиваль студентов и молодежи в Сочи. Праздник молодой, но важный. Накануне Дня семьи, любви и верности. Съемочная группа побывала в гостях у одной из оренбургских семей. Пост сдан, но еще не принят. Сегодня стало известно, что начальник управления строительства и дорожного хозяйства города Оренбурга Рита Гончарова покинула должность. В пресс-службе администрации города подтвердили, что ее заявление об увольнении по собственному желанию уже подписано главой города. Должность руководителя городского управления она занималась с февраля 2016 года. По неофициальным сведениям, Рита Гончарова ушла на повышение, возможно, в профильное областное министерство. Сейчас решается вопрос о том, кто займет ее место. Исполняющим обязанности пока также никто не назначен. Напомним, с начала 2017 года это уже четвертый начальник управления городской администрации, покинувший свой пост. Новые подробности в деле обвиняемых в избиении осужденного до смерти. Главный фигурант уголовного дела, бывший начальник Орского СИЗО Евгений Шнайдер признал свою вину. Напомним, его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия. Трагедия произошла еще в 2013 году. Однако тогда уголовное дело не возбудили, сославшись на то, что 24-летний Владимир Ткачук скончался в результате несчастного случая. Якобы на него упала доска, стоявшая у стены. Дело долгое время пытались замять. Однако экспертиза все-таки показала, что характер закрытой черепно-мозговой травмы указывает на то, что она образовалась в результате неоднократных ударов тупым предметом. Главным виновным в избиении погибшего задержанного следствия считает начальника оперативного отдела СИЗО номер 2 Виталия Симоненко и начальника СИЗО Евгения Шнайдера. Евгений Шнайдер находится по домашним арестам. Он пояснил следователям, что одной из целей избиения Ткачука стало стремлением сотрудников учреждения склонить осужденного к сотрудничеству с администрацией изолятора. Также при избиении Ткачука присутствовали и другие арестанты. Один из них, Виталий Симоненко, заключен под стражу. День семьи, любви и верности отмечается 8 июля в России. В этот день православная церковь вспоминает святых Петра и Феврония, покровителей всех влюбленных. В канун этой даты наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Казаковых. В доме, который полон любви и звучит детский смех, как побывал Надежда Русяева. Я просыпаюсь в восемь, бывает. Сам, не будильник? Нет. Один из двенадцати. За дружной беседой и вкусным завтраком начался очередной день в семье Казаковых. Сегодня за столом собрались не все члены семейства. У старшего сына уже своя жизнь и семья. А вот младшие пока ютятся на родительской кухне. И часто вспоминают тот день, когда впервые вошли в этот дом. Там еще свет был выключен. Где? Мы там еще с Андреем. Да, ты что такая, приехали, ты говоришь, что такая. Может, сонный час? Полина и Егор – приемные дети. Уже как четыре года купаются в нежности и любви родителей. Просыпаются под голос матери, засыпают по чтении сказок и живут под защитой своего отца. Спать, ложиться, она идет, целует. Я говорю, ну, Полина, уже ладно, уже иди ложись. Она говорит, нет, спокойной ночи, мама. Все так. Ну и Егор тоже. Выходят они в школу, с коридора. Егор, Полина поцеловала. Егор вроде уходит, Полина на него. Ты ничего не забыл? Он, а, понял. Идет. Мама обязательно целует. В этой семье есть все, что нужно для счастья. Уважение, понимание, верность и любовь. Домашний очаг согревает хозяйка дома. Все свое время она посвящает детям. Глава семейства работает вахтой и после разлуки с родными старается наверстать упущенное. Скучаешь по семье, приезжаешь. У нас один день – это просто обязательно. Мы собираемся. Есть время шашлык замачиваем, нет времени. Значит, берем шпикачки. От мала до велика одной командой. Все делают вместе. Женская половина занимается домашними делами. Свои 11 лет Полина уже радует своими кулинарными произведениями. У Евгения и Егора задача посложнее, где требуется мужская сила. Сейчас помогает папе беседку строить. Да, может, беседку большую еще строить. Да, 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 там огромнейшая беседка. Дела разбавляются семейными развлечениями. Летом походы с ночевками в палатках и рыбалка. Зимой – лыжи. Мы ходим зимой на рыбалку с папой. Рыбим там, например, щелку. А с мамой зимой мы это, как это так? Походим в поход. На лыжах. В этом доме Егору и Полине подарили детство. Своим примером Людмилы и Евгении доказали, что любовь и вера победят любые обстоятельства. Я мечтаю поехать на море, купить там дом. Маме и для всей семьи. Надежда Русяева, Олег Штылер, Орин ТВ. Семья Казаковых в пятницу примет участие в ежегодном фестивале приемных семей. Для этого про каждого члена семьи они сочинили стихи. За главный приз, телевизор, будут бороться несколько семей. Мероприятие состоится в парке 50-летия СССР в 5 часов вечера. Обратный отчет пошел. Осталось ровно 100 дней до 19-го международного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи. В России масштабные мероприятия проводятся уже в третий раз подряд. В честь долгожданного события учащиеся Оренбургского госуниверситета устроили флешмоб. Желающих поехать на международный фестиваль много, но количество ограничено. Туда отправятся 150 оренбургских студентов. Всего же на главное молодежное событие приедут учащиеся из 17 городов России, а также других стран. 50 стран мира, 220 тысяч человек. Это очень важно и интересно. Даже показать свои компетенции на международном уровне, проверить свой язык, пообщаться с иностранцами, завязать отношения для выстроения новых проектов. Перейти дорогу и не оказаться под колесами. Выезжающие из кольца на перекрестке улиц Солмышской и Джангильдина водители не готовы к встрече с потоком людей, переходящих проезжую часть в неположенном месте. Наша съемочная группа отправилась на место. Антон Рудяк и Никита Плотников решили оценить риски для участников дорожного движения. Время рубрики «Засада». Сегодня мы устроили засаду в районе перекрестка улиц Джангильдина и Солмышской. Оживленное движение постоянно, но это не помеха на пути пешеходов. Переходят все, начиная от школьников и мамочек с колясками и заканчивая людьми преклонного возраста. Их не пугают ни штрафы, ни угрозы, ни съемочная группа. Почему вы переходите дорогу в неположенном месте? Потому что я опаздываю на работу, но сейчас я обучаю, мне некогда. Ну, то есть вам ваше здоровье не так важно, как работа? Здесь люди переходят тоннами каждый день. Так делать нельзя. Тем более, что пешеходный переход находится недалеко. Обход опасного участка займет не более пяти минут. Столь безответственное поведение непозволительно для умудренных опытом людей. Почему вы переходите дорогу в неположенном месте? А где положено? Здесь нет перехода? Пешеходный переход находится в 100 метрах в той стороне. Не знал, буду знать. Все же у некоторых горожан просыпается разум при виде съемочной группы. Они разворачиваются у самого края проезжей части и направляются в сторону перехода. Другие, замечая объектив камеры, делают вид, что не собирались нарушать. Стоит отметить, штраф за подобное правонарушение составляет 500 рублей. И это пока все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Напоминаю, что вы можете смотреть нас на 21-м телевизионном канале, на сайте Орендей, в кабельных сетях R-Telecom, Дом.ру, в видеохостинге YouTube, на официальных страницах ВКонтакте и в Фейсбуке. Хорошего настроения и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Коротковременный дождь, ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью 13-15, завтра днем плюс 24, плюс 26 градусов.